всем привет продолжаем уроки тайпа наконец-таки возобновляем их будет у нас без видеокамеры потому что у меня какая-то фигня происходит с этим компьютером просто невозможно то у меня кулер был сломанный потом после этого колонки долго не работали звук никак не могу проверить это самое в видеокамерах есть или нету теперь у меня не работает видеокамера ну ладно думаю уже времени столько прошло видеокамера все и не было а как-то уже материал накопился хочется хоть что-то там выписать да ну какую-то видяшку записать и сейчас я как раз делаю тайп довольно таки интересного звука и хотела как-то об этом заснять видяшку увидел что камера не работает и плюнула на эту камеру будет нас пока что видяшка без камеры поехали значит вас у нас есть такой вот звук он у нас написано было от руки кисточкой и если мы сравним вот этот звук допустим другими такими же буквами которые в данном ангеле случаются то мы увидим что каждая буковка каждый иероглиф он написан по-своему индивидуально что еще раз доказывать что это было сделано не обычным шрифтом вот этим вот ну текстовым а именно кисточка и трубки нарисован каждая черточка с автором было нарисована чтобы этот звук нам привлек максимально приближенно сделать как в оригинале мы тоже можем делать кисточкой нарисовать что для этого нужно для этого нужно во-первых сделать саму кисточку чтобы сделать нужно первых изучить сам штрих вот этот вот наш то мутрите у нас стрих видно что у нас сбоку у нас он четкий а сверху и снизу, он у нас размытый. Это первая особенность. Дальше, вот видите, вот эти штучки такие, такие как бы зигзаги, то есть тут тёмненькая, потом светленькая, тёмненькая, светленькая. Это у нас как бы интервал показывает нашей самой кисточки. Тоже как бы детальку такую можно замечать. Далее, что ещё тут можно заметить? Можно заметить ещё окончание наших штрихов. То есть, допустим, здесь он отсюда начал, поехал сюда и окончание штриха вот такое осталось. Здесь он нажал, поехал, поехал сюда, поехал сюда и окончание штриха у нас вот такое вот, ну как бы, как будто бы он кисточкой, знаете, вот это, взяли обычную настоящую кисточку и вот ей так прорисовал. Это у нас рисование этим самым, на планшете было, то есть у него графический планшет, он взял этот стилус и на стилусе есть такая штука, как нажатие и когда мы нажимаем, что-то рисуем, то у нас всё это дело видно. Ну, в смысле, видно, что он нажал и поехался так, это самое, чётенький или не чётенький. Короче, чем больше мы нажимаем, тем более жирный у нас штрих. Чем меньше мы нажимаем, тем более какого-то утончённый получается. Как будто мы кисточку просто-напросто убираем наверх от листа бумаги. Ну, у нас-то это самое, у меня, по крайней мере, нету графического планшета, я буду рисовать мышкой, поэтому вот эти вот штукенции, да, то, что, ну, совсем уже индивидуально, вот эти вот завитошки, они у меня пропадут, этого у меня не будет. Но постараемся всё равно хоть как-то, ну, максимально подвижённо сделать такую кисточку, чтобы был такой эффект, что сбоку у нас ровненько, а по бокам, сверху и снизу у нас размытое. Для этого создаём новую кисть. Кликаем сюда, выбираем любой, какого, круглую, любую круглую кисточку, ставим, значит, форма, пускай у нас будет, ну, пускай 20%, может даже там десятку поставить, в принципе, ну, пускай будет 20%. Угол у нас тут ровно 90 градусов, извиняюсь, нажала. Может даже и не ровно 90 градусов, может даже там 89-88 градусов, вот такой вот примерно уголок у неё. Вот так вот. Размер можно сделать побольше, то есть здесь у нас, вот здесь начинается штрих, вот так, и примерно вот такой вот у нас размерчик. Можно чуть-чуть побольше сделать. 43. Ну, вот так вот примерно, да. Дальше что у нас? Жёсткость. Жёсткость мы можем менять, и при этом у нас жёсткость меняется вот тут сверху и чуть-чуть вот тут вот. То есть если мы сейчас проведём линию, давайте примерно, то сверху, снизу у нас очень хорошее размытие, а сбоку размытие не такое жёсткое. Вот. Это можно с этим немножко поиграться, здесь немножко поменьше сделать жёсткости, интервал можно тоже сам поменять, как вот этот, помните, вот этот, мы видели здесь, вот эти штучки. То есть там было как бы раз поставлен, второй поставлен, так вот третий поставлен, четвёртый и так далее, да. То есть как бы интервал примерно вот такой вот у него. Но мы так сильно делать не будем, потому что если мы слишком большой интервал поставим, там у нас получаются вот такие слишком большие зигзаги, нам этого не нужно. Мы всё-таки будем стараться интервала поменьше. Вот такой, может даже ещё и ещё меньше. Вот такой может. Ну, в общем, да, тут немножко с размытием и жестким интервалом можно поиграться И достичь того эффекта, чтобы кисточка была максимально приближенная к этому самому оригиналу Давайте пока что это все удалим, сделаем новый слой Кисточкой мы разобрались, мы кисточку сделали Теперь что? Теперь мы эту кисточку можем, этой кисточкой можем уже рисовать Если, допустим, здесь у нас размер 43 был подходящий для этого штриха То есть здесь, допустим, уже видим, что он слишком маленький И здесь можно приближать, побольше немножко сделать этот самый наш штрих Секундочку, отъедет в сторону Не хочет уезжать в сторону, зараза такая О, ну ладно Так, секундочку, вот Здесь у нас такой у нас получается штрих Опять-таки, у автора этой манги у него все время был оденен тот же штрих Просто-напросто здесь он нажал чуть меньше своей этой самой стилусом на планшет свой графический Поэтому размер получился не такой большой, а чуть поменьше Когда мы рисуем мышкой, то у нас всегда один и тот же размер Ой, с этим самым мы не можем поиграть на мышке Вот, и поехали рисовать наш этот самый, наш звук Берем, значит, черный цвет Можно сразу сделать обводку То есть мы это дело группируем Ctrl-G группируем И на группу накладываем обводку Обводка будет у нас беленькая И пускай, ну, пускай 25 пикселей Поменьше давайте, 16 пикселей И теперь в этой группе, вот на этом слое Не важно, что мы нарисуем, она сразу же будет с обводочкой Все очень прекрасно, прикольно все это дело выглядит И осталось только взять и написать тут перевод То есть как бы рисуем раз, два Это будет звук у нас шлеп У меня тоже мышка глючная Как видите, у меня, вот видите, обрывка у меня идет Я как бы нажала, тяну, а мышка у меня старенькая, глючная Она у меня вот так вот обрывками делает Поэтому для меня рисовать звуки, это просто сущий ад на самом деле Вот, тут у нас будет что-то типа вот такого шлепания Шлёп Ну, я так, чисто прикинула Вот, получился такой вот шлёп у нас Очень похож на оригинальный Единственное, что можно было, в принципе, вот это P Немножко по это самое, по вот так вот сделать По опять оторвалось Ну, как-то вот так вот, допустим, да И букву Е можно было немножко наклонить В общем, я такую штуку уже сделала Это чисто для примера вам И у меня вот получилось вот такое Секундочку, вот такой шлёп у меня получился Здесь у нас какие есть минусы Да, то есть как бы по расположению В принципе, положили его хорошо То есть, ну, так звук японский, так звук и русский В принципе, на него и лёг хорошо Минусы Минусы в том, опять-таки, то, что рисуем мы мышкой И когда мы рисуем мышкой У нас, г-г-г-г-г-г-г-г, секундочку вот это включим и давайте по новой новый слой сделаем и вот здесь вот когда мы рисуем нас мышкой рука дрожит плюс ко всему мышка она не настолько четко она даже если у вас рука не дожит но все но это самое идеально ровно внув редкого можно сделать только если вы быстро проводите линию того будет идеально ровно но для того чтобы быстро делать линию вам нужно норовиться хорошенечко эту самую линию делать бывает такое что опять-таки подглавит компьютеры вот слегка вот так вот ручка дернулась на круче мысль и свать мышка это просто отстой когда вы рисуете стилусом вас все гораздо более гладче более гладкая происходит в принципе вот такой как бы звук ничего такой да но все-таки вот эти вот колебания вот эти вот да и бы хотелось как-то все-таки сделать поровнее и чтобы нам куча раз не перерисовывать наши эти линии есть еще парочку способов как это симулировать такую штукенцию но в этот раз будем спать не кисточкой а уже другим способом и так для этого нам понадобится давайте это выключим для этого нам понадобятся наши вот эти вот японские звуки давайте же можно не плоские можно уже даже сами русские включить мы возьмем инструмент вот этот так секундочку на этом на слой ничего не нарисовано берем перо берем тык сюда создали первую линию главное смотреть чтобы вас была не фигура здесь стояла и на контур поставили первую точку так давайте все-таки я чуть пониже вот так вот вот таким вот образом раз поставили и 2 отсюда теперь сюда ну как первом работать я уже где-то по видяшки ставила так что повторяться сильно не буду так вот допустим наша буква ш мы сделали букву ш и это нас контур рабочий контур контуры у нас находится вот тут вот кликаем сюда если у вас здесь нет и вкладки то кликаем окно и здесь у нас есть вот контур и тогда у нас включить контур так включить наш контур давайте вот этот вот русский сейчас мы уберем чтобы было видно что мы еще делаем а вот на контур создали теперь мы его кликаем правой клавишей выполняем обводку контура и выбираем инструмент кисть причем он делает обводку именно той кисти той кисти которую мы использовали последний раз последний раз нас была выбрана кисть какая это наша новая созданная та которая нам и нужна да вот именно ей мы будем делать обводку кликаем сюда кликаем окей и вуаля все у нас получилось при этом у нас рука здесь держать не могла потому что у нас линии четкие ровненькие и никаких этих проблем с этим нету единственное что когда вот так вот мы рисуем то мы не видим как бы ну толщины нашего нашей линии в будущем да то есть как бы мы конкретно не знаем как у нас пойдет линия нормально прошла не нормально просто ли вы какой-то тоненький-тоненький контур мы не видим всей буквы сразу вот далее что далее этот сам контур можно будет в принципе изменить секундочку если вам что-то не понравилось в этой самой в этом обводке вы делаете обводку назад вы хватаете контур контур это вот такой вот белой мышкой белой стрелочкой хватать одну точку исправляем контур как нам надо вот так допустим да и его снова делаем обводку окей секундочку я сделала только одного мне нужно все сделать то есть убрали выделение полностью рабочий контур делаем обводку окей вот вуаля далее что когда мы этот рабочий контур уже сделали обводку то он у нас превращается как бы в пиксели в котором в слое на слое на слое слой 4 у нас это самое изображены то есть если мы допустим возьмем наш вот этот контур и перетащим другого места то вот эти пиксельные обводочка это она никуда ну сама буква она никуда не делась то есть мы контур перетащили другое место а пиксели остались здесь мы их можем ластиком стереть то есть это просто на просто пиксели это не та сама не никакой не контур в этом как бы минус потому что если вас какая-то ошибка в этом самом контуре то вы как бы не сможете его так вот так легко переделать да то есть я допустим хочу чтобы это стояла не здесь секундочку а допустим этот вот то что этот меньше ну этот другую ты сделала мне допустим да не нравится я хочу передвинуть и это самый чтобы полностью передвинул нужно вот это все либо стереть либо полностью все удалить как были вы частично и по новой сделать этот контур обводку до этого контура вот так вот так вот таким вот образом вот это второй способ такой как это можно сделать здесь надо смотреть чтобы вы четко попали в контуром такой тоненькой линии как вам нужно букву саму сложности в принципе тут я уже сказала есть еще один способ на для этого мы будем использовать программку illustrator в ней мы можем сделать нечто похожее это я уже сделала секундочку вот то что я сделала секундочку это у нас как называется оригинал вот это нас русский звук который я сделала кривой рукой эту самку с мышкой в принципе можно было и японский тоже взять и по нему как бы рисовать уже здесь мы тоже мы создаем какую-то новую кисточку то есть кликаем сюда создаем каллиграфическую кисточку ой ее мы делаем разворот 90 градусов это самое как вот толщину там 20 нас по моему вода пускай будет 20 и размер тоже надо будет посмотреть по размеру какой нам подходит берем ту самую кисточку нашу это сам то что мы только что создали вот это у нас создали да на новом слое мы начинаем просто-напросто рисовать упс давайте цвет другой возьмем так цвет возьмем вот такой красненький и вот видим что размер слишком большой клик сюда размер ставим поменьше скажем 13 вот он стал поменьше тоже многовато получается давайте по еще меньше десятку пускай будет десятка окей применить ко всем этим вот более-менее получился такой нормальный штрих давайте по новой нарисуем так вот так вот опять моя мышка лагает вот ё-моё раз-два-три-четыре в иллюстрейтере в чем почему в лице это лучше чем рисовать фотошопе потому что когда мы рисуем кисточкой фотошопе мы вот все наши вот эти вот кривизну нашу да он видите он все это сохраняет а в иллюстрейтере как только я отпускаю мышку он немножко скругляет наши края плюс ко всему мы полностью это тоже получается этот контур это тот же самый контур но плюс ко всему в отличие от фотошопного контура где нас только вот эта полосочка тоненькая здесь мы сразу же видим еще и ту самую обводку которая нам нужна здесь эту самую обводку мы можем также редактировать допустим мне вот этот вот вот эта буква ша мне не нравится как у нас вот здесь вот изгиб пошел да я ее просто перетаскиваю в нужное место если до этой точки мне слишком много лишних точек я просто-напросто беру ее удаляю вот таким образом и у меня будет только две точечки и вот эти вот штуки я подвигаю как мне хочется вот вуаля сделала хорошенький штрих здесь у нас что с этим вот так и здесь у нас тоже . вот это допустим лишняя . тут у нас . вот это лишнее а вот эти края мы вот так вот сделаем и этот удалим 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 и можно в принципе также это самое не кисты можно в принципе также не кисточкой а этим ручкой тоже самый вот это вот на то есть точно такая же ручка как и фотошопе можно и тоже также рисовать допустим букву l давайте также делаем так так и вот так вот наша фигура мы ее хватаем и ставим ей кисточку которую мы только что создали и вуаля у нас получился фигура которая нужна то есть тут можно двумя способами рисовать либо мы рисуем эти самые перрон либо мы сразу же рисуем кисточкой которая при этом еще и это сама у сглаживается в самим фото самим иллюстрейтером то есть контур можно тоже редактировать далее после того как мы все это сделать сделали и это уже сделала вот он у нас здесь появится сейчас вот это наш шлеп получился мы вот эту штукенцию выделяем control c копируем перетаскиваем в наш фотошоп давайте закроем пока что это откроем в этой группе секундочку хочу чтобы контур ушел удалим контур чтобы его не видно было так секундочку это тоже мы удали вот мы скопировали сейчас вот эту штукенцию перешли photoshop и теперь в группе где у нас есть это работа которым мы там до этого поставили кликаем control v вставляем как smart объект можно как пиксели но можно и так и так вот мы встали наш мат объект почему-то он стал не черненьким а сереньким это лежит переносили из-за программа в программу такой тоже бывает мы и вставляем нашу группу где у нас есть обводочка и здесь я еще к этой группе я еще поставила наложение цвета то есть там как бы была серенькая фигня да вот этот объект smart объект мы его сделали чёрненьким как нам нужно и вуаля все прекрасно получилось а единственное что здесь отсутствует это у нас это вот размытие сверху и снизу но это дело поправимое здесь можно сделать фильтр в движении то есть фильтр размытие в движении и это размытие движение ставим угол 90 градусов потому что нужно только сверху и снизу наше размытие и сколько нам смещения пикселей смотрим то есть допустим 31 слишком многовато 7 пикселей это максимальным варианту кликаем окей и вуаля получилось как нам нужно то есть все ровненько все четенько никаких вот кривых от рисования мышки штрихов нет все прекрасно и идеально то есть мы как бы когда рисуем в иллюстреторе мы сразу видим результат как у нас будет как будет нас выгодить буква наша и мы ее просто-напросто переносим делаем размытие и все у нас прекрасно все счастливы довольны вот такая вот фигня если бы в иллюстреторе была такая функция как размытие в движении можно было все это дело делать в иллюстреторы но к сожалению здесь такой штукенции нет я почитала в интернете если какие-то альтернативы там можно поиграться с этими сами с цветом то есть мы допустим действовали цвет чисто черный мы можем сделать градиент на секундочку на тебя мы делаем градиент ах ты заразка вот делаем градиент и с ним играемся то есть как бы здесь мы делаем градиент пускай будет линиальный под углом 90 градусов вот таким образом да здесь мы будем делать беленький тоже секундочку там нужен беленький вот и вот таким вот образом будет у нас сделано размытие сверху и снизу не тащится зараза такая не хочет видимо максимально да но если так сделать вот таким образом мы сделали более-менее такой градиент но опять таки видите нас как все как-то все очень жестко исказилась это надо потому что было делать не на контуре это надо было делать это самое сначала как называется ой сначала нужно было сделать обводку сейчас покажу что надо было делать сейчас давайте вернем это обратно в состояние вот такое эту штукенцию мы должны сначала сделать господи по-английски постоянно путаю печь вот это аутлайн строк вот мы сделали внешние так сказать как называется то есть нас было раньше контур чисто таталение мы сделали внешне мы тебе сделали обводку по краю вот так вот теперь это желательно все с отдела соединить то что вот это у нас вот это вот это все одно и то же то есть это одна и та же буковка один один и тот же объект мы его этот объект один сейчас возьмем и на нее применим нашу обводочку вот эту вот он почти получилось видно что только осталось 90 градусов сделать ну да так себе конечно вариант как вот так написали в интернете ну возможно если поиграть с этой самой с этой как у вас с настройками то может быть как-нибудь еще это и сделается но честно говоря мне это как-то уже не интересно фотошопе это все-таки делается гораздо проще чем вот в иллюстрейтере то есть как бы прям программки такие то что одна вещь делается проще фотошопе другая делается легче в иллюстрейтере но можно совмещать эти и другие программки именно поэтому фотошоп это не фотошоп этот adobe предлагает нам скачивать сразу не одну не одну программку только а сразу там пакет программ ладно уже 20 минут болтаю я думаю цель понятно как это как как такие звуки делать то есть как бы есть много вариантов в идеале конечно было бы сам проще всего это графический планшет сделали кисточку фотошопе и рисуйте тема люди сколько хотите но если у вас такой варианты нет это можно делать то же самое только родными путями на этом все спасибо для меня и всем до скорых встреч пару слов буквально же добавлю почему мы делали вот эту вот обводку нашу именно в группу создавали группу к этому нашему объекту и в ней делали обводку дело в том что мы здесь будем делать другие тоже звуки да и чтобы нам одно и то же стиль звука не ставить на каждый отдельный слой мы делаем просто-напросто целую группу всех слоев и на нее накладываем нашу нужную обводку и при этом как бы если мы вдруг понимаем что допустим я здесь сделал вот эти вот сердечки да они как это как оказалось что моя обводка слишком толстенькая и получается если бы я на каждый отдельно звук делала эту обводку мне на каждый отдельный звук нужно было бы менять эту самую обводку а так просто я кликаю на эту самую нашу группу где у нас обводка присутствует кликаю обводка и и дело просто-напросто чуть меньше какой мне нужно то есть 15 пускай будет 14 пикселей посмотрим может даже еще поменьше чуть будет и идеально сейчас секундочку обводка 1 2 12 пикселей ну-ка смотрим как получается но уже гораздо гораздо лучше вот такие вот дела поэтому ставим это самое не отдельно эффект от обводки мы ставим не на отдельные слой а она конкретно все звуки сразу потому что у них в данной программе романги у всех звуков один тот же стиль то есть чисто белая толстая обводочка